Русская литература Русская литература Мать Мария Сергеевна взяла на себя все заботы о семье В воспоминания мальчевицев Василий Шукшин рос с мальчишкой замкнутым, что называют о себе на уме В общении со сверстниками он держал себя строго и требовал, чтобы его называли не Васей, а Василием Те, естественно, не понимали подобных просьб и частенько насмехались над товарищем В таких случаях Шукшин поступал, соответственно, своему характеру Бегал в протоке Катуни и скрывался на ее островах по нескольку дней В 1944 году Василий Шукшин окончил семь классов И уже после службы в военно-морском флоте в 1953 году сдал экзамены на аттестат зрелости И некоторое время работал учителем в вечерней школе рабочей молодежи С исполнением обязанности директора школы Кем только не работал Василий Шукшин И земледельцем, и разнорабочим, и слесарем-тателажником, маляром, грузчиком, радистом, учителем, комсомольским работником В 1954 году Шукшин решает ехать в Москву Поступает на сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии ВГИК Мать не стала препятствовать в этом желании и сделала все, что могла Продала корову и вырученные деньги отдала сыну Придя на сценарный факультет ВГИКа, Шукшин представил на суд экзаменаторов свои рассказы Которые были записаны в толстую амбарную тетрадь Так как почерк у Шукшина был очень мелкий, а тетрадь была очень толстая Девушки приемной комиссии читать написанное поленились Решив при себя, что этот абитурент типичный графоман Однако, чтобы не обижать его, решили посоветовать У вас фактурная внешность, идите на актерский факультет Вот что рассказывал бывший сокурсник Шукшина, финир-режиссер Александр Митта Тут от студентов Шукшин узнал, что есть еще и режиссерский факультет А он понятия не имел, что есть такая профессия режиссер Думал, что для постановки фильма собираются артисты и договариваются между собой, как снимать Оказалось, что режиссер картины – это главный человек, хозяин картины Тогда он подал на режиссерский Шукшина взял себе на курс поверивший в него Михаил Ильич Ром Многие годы Василий Макарович совмещал работу над фирмами с писательской деятельностью Писал над руки, ученическую тетрадь, обычную по ночам Мир любимых персонажей Василия Макаровича Шукшина – люди с чудинкой Сборник «Сельские жители» там, вдали Характеры, в которых показано многообразие современных социально-психологических типов Образы странных людей из народа, несущих себе нравственную чистоту и требовательность к жизни Герой, первый фильм Шукшина – это живет такой парень Герой – простой парень со своими радостями и бедами, с открытым сердцем, широкой натурой, задушевностью, соль свойственными русскому человеку Фильм Шукшина «Живет такой парень» получил международное признание на 16-м международном Венецианском фестивале В 1972 году Василий Шукшин снял художественный фильм «Печки-лавочки» В нем участвовали его жена Лидия Федосеева Шукшина и маленькие дочки Маша и Оля Два Федора в 1958 году, «Комиссар» выпущен в 1987 году, «У озера» государственная премия Они сражались за Родину Перечень этих фильмов показывает то, что в этих фильмах сыграл главные роли Василий Макарович Шукшин Как уже упоминалось, живет такой парень, удостоен был «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Печки-лавочки» Особенный фильм о его судьбе «Калина Красная», который удостоен ленинской беременности посмертно Чуть подробнее остановимся на рассказе «Космос», «Нервная система» и «Шмак сала» Большое количество своих коротких рассказов Шукшин посвятил тематике взаимоотношений городского и деревенского типа сознания Он рассматривал эти отношения в самых разнообразных ипостасях Для его времени весьма характерным был типаж человека, который стремительно работал для того, чтобы вырваться из деревни и стать кем-то в городе Именно таким является молодой, но весьма сознательный парень Юрка, которому пришлось рано повзрослеть В том числе для того, чтобы двигаться к собственной мечте, выучиться и поступить в медицинский институт Как обнаруживается далее из самого рассказа, этот герой обладал довольно высокими порывами Так как вполне мог бы оставаться работать шофером в деревне, который получает больше, чем доктор Тем не менее, для Юрки имеет значение не только зарплата, но и служение высоким идеалам человечества Он легко грезит о покорении космических просторов О людях, которые могли бы жить до 120 дней, общаться с представителями инопланетных цивилизаций Соседом Юрки является Наумий Стегнеевич, пожилой и скупой человек Который, в свою очередь, представляет сверхконтервативное и довольно примитивное сознание Он живет практически только для себя и не считает актуальным для людей учиться и прогрессировать куда-то Хотя герои обладают практически противоположными взглядами, они много общаются В основном по инициативе старшего, так как тому нужно с кем-то говорить Периодически Наумий Стегнеевич напивается и после этого мучается в похмелье Такую сцену и описывает по рассказу Чтобы облегчить симптомы похмелья, старик начинает общение с юношей Идут рассказывать ему об академике Павлове и выработке различных привычек Юрка убедительно и аргументированно советует Науму и Стегнеищу в следующий раз начать вырабатывать полезную привычку И не посещать после пенсии магазин Ранний старик никогда не давал просто еды своему сожителю, хотя и понимал его бедственное положение Но после этого совета он приносит ему кусок сала Знак благодарности о полученном совете касательно употребления алкоголя Умер Василий Макарыч Шукшин 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет Этот писатель оставил огромный след в советской литературе Относится к так называемой приятии деревенских писателей Очень интересно, что многие его рассуждения, фразы стали крылатыми Были привнесены в русский язык с особым смыслом Запомните, пожалуйста, всегда его замечательные цитаты Нравственность есть жизнь Лучше горькая правда, чем сладкая уж На этом наш урок окончен Спасибо за внимание До свидания Продолжение следует...